Субтитры создавал DimaTorzok Несколько иначе. Уже видны позиции сторон, уже свои позиции высказал даже Китай. Мы видим большое интервью президента Америки. Вот как сегодня, с вашей точки зрения, выглядит ситуация вокруг Израиля? Это единственное, с чего бы я хотела просто начать. Как с интриги о том, что Reuters и The Times of Israel, со ссылкой на заявление Офиса премьер-министра Израиля и Нейтаньяху, сообщают, что якобы Египет, Израиль и США договорились о временном прекращении огня с 9.00. Но я так понимаю, что это совсем ненадолго, чтобы люди могли выйти из сектора газа. Наверное, это так выглядит. Пока не знаю, насколько это достоверно. Пока еще никто это не подтвердил и не опроверг. Ну, в офисе Нейтаньяху я видел сообщение, что сказали, что это не так, что прекращения огня нет никакого. Вот. Единственное, что сейчас подтверждено, это то, что Израиль разрешил доставку гуманитарной помощи в газу из Египта. Может быть, в связи с этим они договорятся о прекращении огня на несколько часов, чтобы она успела заехать и чтобы гуманитарку раздали. О выходе людей из газа пока речь не идет. Илья, тогда, прежде чем попросить вас нарисовать общую такую большую картину, могли бы вы тогда начать с заявления президента Байдена, который сказал, что Хамас должен быть уничтожен, а вот государство Палестина все-таки должно быть создано. Вот как это возможно? Как это может быть сделано в ближайшее время? Считаете ли вы, что в принципе к этому идет? Судя по всему, ну скажем так, вчера еще было заявление стран ЕС, и они по сути написали тоже, то есть это было согласовано между всеми странами, и по сути их официальная позиция тоже свелась к тому, что решать израильско-палестинский конфликт нужно на основе принципа двух государств для двух народов. То есть создание государства Палестина тоже. Вот, поэтому по большому счету складывается ситуация, когда, ну большая часть внешних игроков, они, ну по сути выступают за урегулирование конфликта путем создания государства Палестина. Насколько я понимаю, в границах 67-го года, возможно в каких-то урезанных границах 67-го года, не знаю. Но, да, позиция у всех такая, что, мол, я так думаю, что это такой как бы обмен, то есть уничтожьте Хамас, но создайте, пожалуйста, государство Палестина, чтобы как бы, ну, я думаю, что это попытка международного сообщества, включая Запад, ответить на вопрос, как не допустить ухудшения конфликта в результате уничтожения Хамас. Потому что уничтожение группировки Хамас повлечет за собой огромное количество жертв и уже, по сути, влечет за собой огромное количество жертв в секторе Газы. То есть куча палестинцев будут убиты. Вопрос. Но при этом конфликт не решится. Ну, то есть уничтожат Хамас, но, в общем-то, от этого, ну, палестинские арабы не станут лучше относиться к Израилю и наоборот. Соответственно, даже в результате разгрома движения Хамас, все равно стороны возвращаются к ключевому вопросу, ну, что делать дальше? Как жить вместе? Ну, в одном, по сути, по соседству. И я так понимаю, что большая часть стран, они вот решили, что, мол, хорошо, уничтожьте Хамас, но предоставьте палестинцам свое государство, чтобы и они остались довольны. И чтобы не было продолжения, чтобы попытаться как-то вырваться из вот этой воронки насилия и ненависти, которая, ну, по сути, в которой закручивался конфликт последние, там, 70 лет. Илья, как вот сейчас выглядит ситуация вокруг Израиля? Считаете ли вы, что большая война все-таки возможна, несмотря на вот заявление о том, что нужно создать все-таки государство палестинцам, то, о чем вы сейчас говорили? Да. Ну, риски большие, несмотря на то, что никто не хочет региональной войны, некоторые игроки могут в нее втянуться, потому что вынуждают обстоятельства и информационный и эмоциональный фон. Типа Хезбаллы, например, которая вроде как не хочет втягиваться в войну, но если по ним будут продолжать бить израильтяне по их опорным пунктам на юге Ливана, и если будет вторжение израильской армии в Газу, они как бы должны будут как-то отреагировать. Либо втянуться в войну в полной мере, то есть включая вторжение на территорию северного Израиля, либо хотя бы усилить обстрелы северных регионов Израиля, тем самым, опять же, вызывая огонь на себя и, в общем-то, закручивая эту войну. Это же касается проиранских сил, ну, Ирана в целом, то есть его проиранских сил в Сирии и вообще Ирана как такового. Ну, то есть, в целом, я считаю, я оцениваю позицию всех сторон так, что никто не хочет, чтобы война вышла за рамки Газа и Израиля. То есть, всем было бы хорошо, если бы она осталась локализированной. Насколько сейчас перспектива, что эта война будет локализирована, вообще вам и просматривается? Потому что вот появилась информация о том, что отселили несколько, 28, по-моему, сел израильтяне вот со стороны Ливана. Это, наверное, тоже о чем-то говорит, не знаю. И, конечно, насколько сейчас заинтересованы в эскалации такие страны, как, скажем, Иран и Россия. И вот эти заявления Китая, когда там, они достаточно ясные и прозрачные, да. Вот насколько вот эта ось, не коалиция, не партнерство, наверное, да, рано об этом говорить, но вот эта ось, там, скажем, Китай, Россия и Иран, насколько они заинтересованы в какой-то эскалации? Я считаю, что Иран, ну, если исходить из рациональных интересов, ну, рациональных аргументов, то Ирану невыгодно втягиваться в эту войну, потому что у него слабая, слабее экономика, чем израильская. И он к этой войне не готов, очевидно, да и вообще, как бы, воевать в условиях, когда у Ирана вроде как все стабилизировалось, то есть и отношения с арабами улучшились, и со штатами прошла недавно сделка, ну, точечная, узкая, но все-таки к чему-то они договорились. Сейчас, правда, штаты ее заморозили. И, ну, как бы, в этом плане втягиваться полноценно в войну с Израилем, ну, в общем-то, не очень комфортно. То есть им было всегда комфортно вести прокси-войну с Израилем, то есть третьими силами, на третьей территории третьих стран, чужими силами, это как бы то, что они много лет делают, и это то, как, это то, в каком формате Израиль и Иран воюют друг с другом в регионе уже более 20 лет. И всех это устраивает, и устраивало всегда. Если брать нерациональные аргументы, ну, типа чувство солидарности или то, что на них давят информационные фоны, и они как бы обязаны что-то предпринять, да, они могут втянуться в эту войну, особенно если по их территории будут удары. То есть многое зависит от израильской оппозиции в том числе. Израиль обвиняет Иран в нападении Хабас 7 октября, соответственно, тут возникает вопрос, будет ли Израиль напрямую бить по территории Ирана, а не только по его прокси. Если будет удар по территории Ирана, Иран будет отвечать. И, соответственно, будет война между Ираном и Израилем прямая, в том числе с вовлечением Сирии, Ливана, и, возможно, палестинских территорий уже полноценно, то есть и западного берега тоже. Вот. То есть то же самое по Китаю, мне кажется, ну, Китай сейчас импровизирует во многом. Они встали на пропалестинскую позицию, что, в принципе, соответствует их внешнеполитической позиции последних лет, то есть ничего нового они не сказали. Они стали более открыто говорить о создании государства Палестина в границах 67-го года, но в этом плане они, по сути, присоединились к позиции большинства арабских стран, с которыми они являются партнерами, то есть тут ничего, опять же, нового они от себя не предлагают. Россия, я бы сказал, что, опять же, объективно России выгоден большой конфликт, то есть если бы была региональная даже война, я думаю, что их бы это скорее устроило, чем наоборот. Ну, региональная война, она угрожает их позициям в Сирии, безусловно, но мне кажется, что в таком случае, опять же, логика Москвы, как мне, как я ее вижу в последний год особенно, она склоняется к тому, что вот чем больше кризисов в мире, особенно крупных, которые автоматически тянут за собой смежные регионы, то есть дестабилизируют целые регионы и вынуждают Запад тратить больше ресурсов на решение этих вопросов, тем лучше. То есть для них, чем больше кризисов, тем выше вероятность, как они считают, вероятность того, что в первую очередь в Европе, а во вторую очередь в Соединенных Штатах будет расти количество сторонников заморозки войны в Украине, ну, как ответ на то, чтобы не слишком сильно растягивать свое внимание и ресурсы. Вот они верят в это. Соответственно, я так понимаю, исходя из этого, я делаю вывод, что им был бы выгоден конфликт, и вообще им эта война выгодна. Означает ли это, что они стоят там за эскалацией? Нет. Ну, как бы российский фактор, мне кажется, здесь он вторичен. То есть, ну, я его существенного не вижу. Скажем так, без России было ожидаемо, что будет взрыв, ну, как бы конфликта между Израилем и Палестиной, ну, и, точнее, между Израилем и Хамасом, вообще Израилем и Палестиной в целом, потому что ситуация там ухудшалась на протяжении последних нескольких лет постоянно. Мы с вами тоже об этом говорили на эфирах. Ну, это, то есть любой человек, кто следил за ситуацией на палестинских территориях, мог с уверенностью сказать, что что-то плохое будет. Просто там, когда и в какой форме, ну, никто не знал. Поэтому, да, я бы сказал, что объективно России выгодна война, но и они сейчас используют эту ситуацию для того, чтобы подогревать информационно, медийно. Ну, я вижу, что они играют, как бы, на вот этих вот, на вот этих вот нарративах, типа, будет большая война, что будет с большой войной. Они очень много критикуют Израиль и израильтян, и больше, как бы, ну, исходят из пропалестинских позиций по понятным причинам. Ну, в общем. То есть я думаю, что ситуация... То есть можно сказать, что позиции России, Ирана и Китая, они не едины. Ну, я их только что описал, они немножко отличаются, как мы видим. Соответственно, мы приходим к выводу, что никакой оси нет. В этом вопросе так точно. Да, в этом вопросе, да. Илья, а куда уделись хорошие отношения между Нетаньяху и Путиным? Ведь так много об этом говорилось. Было даже время, когда они, ну, прямо очень тепло отзывались друг о друге, и вдруг пропалестинская позиция такая. С чем это связано? Так уже, мне кажется, нет тех отношений. Ну, время прошло, плюс все-таки война в Украине. Как бы Нетаньяху там не относился к России, но он не может себе позволить в открытую, ну, будучи частью западного мира, а Израиль часть западного мира, как ни крути, ну, как-то совсем уже открыто заигрывать с россиянами, ездить там к Путину. Плюс Нетаньяху сам по себе прагматичный политик, который, ну, все прекрасно понимает, у него нет никакого пиетета перед Путиным или Россией. Плюс он в коалиционном правительстве, в котором очень разные взгляды на Россию, в том числе негативные. Илья, Турция. Совершенно неожиданно появилась информация о том, что сын Эрдогана вдруг появился на проплестинском митинге и даже сделал какие-то публичные ремарки по этому поводу. Я вот не знаю, это говорит о чем-то или нет. Неожиданно, да, наверное? Ну, я думаю, Эрдоган хочет, он давно пытается показать, что он и его семья, они такие самые главные защитники мусульман, они очень, очень сочувствуют арабской повестке и повестке арабской улицы, назовем это так. А палестинский вопрос один из ключевых в этом плане. Поэтому, ну, он вот сейчас особенно очень активно, активно использует палестинскую повестку в своих политических, по сути, целях и в целях улучшения репутации. Ну, себя и своей семьи, конечно же. Вот. Ну, если вы имеете в виду, там, означает ли это, что он готовит своего сына в какие-то там политические, политическую жизнь? Не знаю, возможно. Вряд ли как своего преемника, я все-таки как преемника Эрдогана ставлю на, либо на Хакана Федана, нынешнего министра иностранных дел, либо на какого-то и другого силовика, но именно силовика. Потому что, ну, кстати, согласно опросам, турецким опросам, Хакан Федан один из самых популярных политиков в стране. Ух ты. Наряду с Эрдоганом, да. Поэтому я скорее ставлю на вот такого человека, то есть, который уже много лет в команде Эрдогана, все там, ну, то есть, очень прагматичный, понятный, чем на какого-то из членов его семьи. Вот. Поэтому, ну, я не исключаю, что члены семьи Эрдогана могут пойти в политику. Это, ну, опять же, не что-то редкое для этого региона. Илья, ожидаете ли вы, что под влиянием Арабской улицы могут сформироваться такие коалиции произраильские, пропалестинские, которые, ну, так или иначе, вот когда создаются такие коалиции, да, может быть, не в прямом смысле коалиции, да, ситуативные, возможно, вот, может быть, по политическим тоже каким-то соображениям. Но, тем не менее, когда создаются такие коалиции, то это как ружье, которое висит на стене, да, то есть оно накаляется, накаляется обстановка, и в какой-то момент это ружье выстреливает. Вот считаете ли вы, что такие коалиции уже создаются, возможность их создания, насколько это проблема, и вот тогда будут ли здесь просматриваться какие-то четкие оси? Нет, на мой взгляд, никаких коалиций нет. В принципе, официальные позиции стран региона по израильско-палестинскому вопросу, они известны давно, и они не менялись. Ну, на официальном уровне, по крайней мере. Единственное, что поменялось, и я думаю, что стало триггером эскалации, это то, что часть арабских государств, они решили, что они выразили готовность признать Израиль и, ну, по сути, формализовать с ним отношения, которые и так были, то есть, как бы их вывести, их в свет, так сказать, не требуя ничего взамен по палестинскому вопросу, как это было раньше. То есть, раньше среди арабов был консенсус связан с тем, что, мол, мы не признаем Израиль, пока он не идет на уступки по созданию Палестин, ну, по Палестине, по сути. В Египет и Иордания были первыми, кто сломал этот консенсус, когда они подписали мирный договор с Израилем в 78-м и в 94-м, соответственно. А потом, ну, второй раз это произошло при Трампе, когда уже Израиль признали Эмираты, Бахрейн и Марокко в рамках политических сделок при посредничестве Трампа, который продвигал их под названием Авраамовых соглашений. На очереди должна была быть Саудовская Аравия, одна из, как бы, крупнейших стран, которая, ну, по сути, была очень важной в истории, во всей истории, важным защитником прав палестинских арабов. И я думаю, это стало триггером эскалации в том плане, что все, ну, палестинцы в первую очередь, и Хамас, включая, включая Хамас, увидели, что их вопрос, он отъезжает на второй план. То есть, его задвигают на второй план. Все, как бы, вроде, вроде как официально, официально они все с ними, но по факту, ну, спокойно себе прагматично выстраивать отношения с Израилем и забывают о вопросе Палестины. Поэтому здесь, как бы, коалиции не было как таковых. Я думаю, что, а вот, ну, это ружье, оно было. вот, на стене висело ружье, просто это было ружье, связанное с неурегулированностью израильско-палестинского конфликта, как такового. То есть, ситуация на палестинских территориях и на западном берегу реки Иордан, и в секторе Газы, вот это было то самое ружье, которое должно было выстрелить. Потому что все отмечали на фоне особенно нормализации, ну, не нормализации, а установления дипотношений между Израилем и арабским миром, все отмечали, что это приведет, скорее всего, к ухудшению ситуации, что, и особенно это после того, как в Израиле к власти пришла праворадикальная коалиция, члены которой открыто говорили о том, что они вообще, ну, не ставят палестинцев ни во что и никаких переговоров вести с ними не будут и вообще, как бы, считают для себя этот вопрос закрыт. Вот, то есть, и поэтому, ну, как бы, я тут не вижу как таковых. Вот сейчас просто все, ну, арабские страны, как и положено им, они солидаризировались с палестинцами, что было ожидаемо. Ничего нового не произошло. Я, более того, я не считаю, что это поставит крест на сотрудничестве с Израилем. Возможно, на паузу, да, но вряд ли это, ну, полностью похоронит перспективы, ну, потому что это объективные интересы. Просто, как только спадут эмоции, все стабилизируется, все вернется к тому, что было. Но я, то есть, коалиции, вот именно произраильской, пропалестинской, я не вижу. Тем более, особенно после вчерашнего заявления ЕС и сегодняшнего заявления Байтона, где мы слышали, по сути, одно и то же. То есть, создание государства, то есть, принцип двух государств для двух народов, он, по большому счету, поддерживается и западом, и как бы не западом, по сути. Поэтому в этом вопросе нет, нет существенного раскола. Единственное, что, как я сказал, что сейчас все пытаются сделать так, чтобы война была локализирована. Она осталась между Газой и Израилем в идеале. То есть, это в идеале для всех. Но здесь уже, вот здесь уже есть разные позиции, потому что, ну, как бы, как я сказал, Иран, например, хотел бы нанести наибольший вред Израилю, а для этого надо немножко расширить войну, но при этом не так расширить, чтобы самому не вовлечься. России было бы выгодно расширять эту войну. Израиль, как бы, с одной стороны, тоже понимает, что длинная война ему невыгодна, и его экономика может не выдержать. С другой стороны, Нетаньяху понимает, что ему надо, ну, надо ему дать такой какой-то ответ, ну, какой-то жесткий, такой большой ответ, так, чтобы раз и навсегда, так сказать, как его говорили министры. А без вторжения невозможно этого достичь. Соответственно, вторжение рискует расширить саму войну. И арабские страны, и европейцы, они вообще не хотят, чтобы она выходила за рамки сектора газа, включая Египет и Орданию, потому что они понимают негативные последствия, разрушительные последствия такого сценария. Я думаю, американцы тоже. и не просто так, ну, они, в принципе, они об этом говорили. И Антони Блинкен, когда приезжал в Израиль, он говорил о том, что, мол, да, Израиль имеет право на самооборону, но он должен ограничивать свои атаки, чтобы там не сильно наносить урон гражданским объектам. Ну, как бы, понятно, это дежурное заявление, понятно, что Израиль все равно не будет этого делать, потому что там невозможно ограничить атаки так, чтобы мирные люди не страдали и не умирали, но Штаты очень четко сформулировали позицию. То есть, они, ну, они не просто молчат, они конкретно сказали, что вот, по сути, если переводить, то это означает так, что вы сейчас, ну, бомбите, можете вторгаться, уничтожать Хамас, но это не, это не должно длиться долго. То есть, вот в ближайшее время, чтобы все это желательно закончить. То есть, быстрая локальная операция, локальная такая, война. Да, в которой Израиль заявит о своей победе, выйдет, например, из Газы или не выйдет, а передаст территорию под международный контроль, не знаю. Но просто здесь проблема с Израилем связана с тем, что, во-первых, не факт, что это будет быстрая операция, учитывая ее сложность, ну, просто вот сложность физическую. Во-вторых, не факт, что это, то есть, Израиль в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, можно вот сделать так, как вот, по сути, ну, предлагают американцы, европейцы, но в таком случае есть риск для Нетаньяху политический, потому что люди скажут, так мы это уже все видели, ну, вы уже бомбили, и, ну, ничего не поменялось. То есть, Хамас выживет. Если Хамас выживет, это проблема для Израиля. Соответственно, Нетаньяху, как бы, должен сделать выбор, то есть, он понимает, что, с одной стороны, да, конечно, локальная война, она, это минимальные потери, и это, в принципе, ну, то, то, что объективно, как бы, ну, то есть, это вот самый нормальный шаг, на самом деле, который минимизирует риски. С другой стороны, информационный фон, и вообще, и запрос общества на месть подталкивает его к более жесткому, более жесткому решению, которое приведет к жертвам, в том числе, среди израильских военных, с целью прям вот уничтожения Хамас вот, ну, прям на корню. Насколько это, правда, возможно, тоже большой вопрос, потому что, ну, можно уничтожить инфраструктуру Хамас, но, например, не организацию, или не ее идеологию. И Нетаньяху сравнивал Хамас с исламским государством, и говорил, что, два дня назад он выступал, и говорил, что мы разгромим Хамас, как исламское государство, и, ну, вот это то, что, собственно, ну, что вызывает вопросы, потому что исламское государство, оно до сих пор, ну, полностью не разгромлено. Ну, то есть, его лишили контроля за территориями, но, по большому счету, как террористическая организация, подпольная, они продолжают существовать, и их идеология продолжает существовать, а, соответственно, и социальная база, которая их подпитывает. И вот эта проблема, то есть, по большому счету, это проблема, которая там через, ну, хорошо, через пять, через десять, даже через двадцать лет, она опять может в Газе создать, создать там очередной Хамас, только может по-другому будет называться. Очень интересное интервью дал Байден, и когда, я специально даже сделала такой скрин, для, чтобы зацитировать для вас, отвечая на вопрос корреспондента, журналиста, готовы ли США одновременно оказывать военную поддержку Израилю и Украине, Байден ответил, я процитирую, это интересно, да, мы Соединенные Штаты Америки, ради Бога, самая могущественная нация в истории, не в мире, а в мировой истории, в истории мира, мы можем позаботиться и о том, и о другом, сохраняя при этом нашу обороноспособность. А это достаточно яркое заявление для Байдена, он обычно более дипломатичен, связываете ли вы это с тем, что позиция Штатов сейчас по Израилю понятна, и это все должно закончиться достаточно быстро, потому что грядут президентские выборы, или это с чем-то еще связано, или это может быть нормально для Байдена, не знаю. Я думаю, это типично для американских политиков, ну, они же, ну, они считают себя самой лучшей, самой большой, самой сильной стороной в истории, в мире, это же не новое что-то. Но я думаю, здесь как бы, ну, он сказал, он с одной стороны сказал то, что, в общем-то, никто не ставил под сомнение, потому что я тоже не понимаю, ну, почему это в Штатах, у Штатов вдруг нет возможностей поддерживать и Украину, и Израиль. Учитывая, что на Украину они, в общем-то, не так много тратят, если в процентном соотношении брать вообще от их военного бюджета, а на Израиль они еще не тратят много. Ну, то есть, как бы, ну, окей, они подвели авианосец, ну, ну, что это значит. То есть, они не, опять же, я вообще не уверен, что Израилю, ну, если особенно война будет локальной, что Израилю придется помогать серьезно, прям такими же поставками, как нам. Израиль все-таки более самодостаточное и сильное государство, чем Украина, включая внутренние экономические ресурсы, в отличие от нас. Поэтому, я думаю, что здесь проблемы никакой нет, и он как бы то сказал то, что, в общем-то, все и так знают. С другой стороны, видно, что он немного раздражен. Возможно, это из-за того, что многие последнее время, даже американские журналисты там слишком часто ставят под сомнение могущество Штатов. Ну, говоря о том, что оно заканчивается, что вот мир уже не такой, уже нету никакого однополярного американского мира, и миропорядок будет очень разным. Может быть, это то, что это та тема, которая Байдена отдельно раздражает, и он вот так вот, как бы решил так ответить. Но, опять же, ответ очень типичный и достаточно логичный. То есть, я тоже считаю, что у Штатов не будет проблем в ближайшее время с поддержкой и Израиля, и Украины. Илья, вот я слушала вас все время, вот во время этого интервью, у меня создалось впечатление, что вы, понимая всю остроту ситуации сейчас вокруг Израиля, вы как-то, ну вот, я не могу сказать спокойно, но у вас есть какое-то свое понимание ситуации, оно выглядит каким-то более-менее таким рациональным. Вот вы сейчас улыбаетесь, но у меня создалось такое впечатление просто. Не-не, я просто по жизни спокойный. Вот. Плюс уже прошла неделя, у меня было столько интервью на эту тему, что я уже, ну, мне, ну, я уже, может быть, потерял вот этот, эту энергичность, с которой я там в самом начале, да, начал в эту тему залезать. Ну, то есть, как бы, не, я просто в целом спокойный, ничего тут такого нету. Я точно так же, как и многие, ну, не все понимаю, для меня открытыми вопросами действительно остаются там причины, например, эскалации, именно нападение самого. Не то, чтобы причины, ну, то есть, опять же, вот основу я понимаю конфликта, но там, почему Хамас решили сделать вот так, а не по-другому, почему у них получилось, тоже большой вопрос, как бы, как так получилось, что израильская армия была не готова, для меня это до сих пор большой вопрос, но я думаю, как и для многих, для многих, в том числе в самом Израиле. Вот, то есть, но я просто, не, я просто, опять же, ну, я не, я стараюсь не, я стараюсь не зацикливаться на том, что есть вопросы, на которые ответов пока нет, вот, но они будут. Просто уже, ну, опять же, ну, есть опыт анализа многих других вооруженных конфликтов, и они пока, он показывает, что если есть вопросы, на которые нет ответа, подождите, вот, потому что, ну, нет смысла сейчас, как бы, искать, в какую-то конспирологию залазить. То есть, я вижу, опять же, как я сказал, мне кажется, что для меня просто, может быть, вот влияет то, что, как я сказал, что я много лет отслеживаю ситуацию, не только, ну, на Ближнем Востоке, и на палестинских территориях. Я в своем телеграм-канале об этом писал часто, я вот даже брал, вот раз там, ну, может, раз в неделю, в пару недель. Я иногда делал такую, там, ну, брал какие-то новости из палестинских, то есть, западного берега, из Палестины, и вот просто вот расписывал, а что там происходит. И, в принципе, любой человек, ну, для меня ничего неожиданного не случилось. Ну, то есть, то, что вот должна была быть эскалация, ну, как бы, я этого ждал уже давно, в том плане, что там ситуация, но она отвратительная была. И вот эта ненависть, она никуда не делась. Более того, когда пришло, вообще, как бы, я думал, что это произойдет раньше, в том плане, что уже, ну, нынешнее правительство Натаньяху при власти какое-то время. И они столько всего уже заявляли и делали, что могло спровоцировать восстание, то есть, я ожидал какое-то подобие интифады палестинской, что я, честно говоря, более того, я думал, что все-таки все начнется с западного берега, потому что там, там чаще всего происходили всякие стычки, и было видно между евреями и арабами, и было видно, что само израильское правительство Натаньяху было очень сфокусировано на этих территориях, именно на западном берегу. Они прям были зациклены на вот этой своей поселеческой политике. Это вот одна из причин, почему их обвиняют в том, что они были не готовы к удару из газа, потому что они были зациклены на вот своих вот этих вот проблемах на западном берегу, и они не обращали внимания на угрозу со стороны Хамас, считая ее такой рутинной. То есть, они же давно уже научились сосуществовать, по большому счету. Так что, в принципе, может это влияет тоже на то, что я как бы без особого супер... То есть, для меня неожиданно было только, на самом деле, вот самое неожиданное в этой истории, для меня было то, что Израиль оказался не готов к такой атаке. Вот это самое... Вот самый большой для меня сюрприз. Я не ожидал, что они настолько будут не готовы, что не просто... То есть, боевики Хамас напали там на приграничные их посты, но это случалось раньше. Но то, что они нападут, захватят базу приграничную, КПП, выбьют паркан, зайдут на 10 километров вглубь территории Израиля, для меня это вообще было... Ну, я не знаю, было ли это неожиданно для самих хамасовцев, вот, и мне интересно, но, мне кажется, многие этого не ожидали. Я помню первичную реакцию, я сразу залез смотреть реакцию ливанских политических сил, включая ХСБЛД, и там был абсолютный хаос и беспорядок. И мне... Это для меня был один из таких признаков, что, возможно, они не ожидали, что будет успех. То есть даже если они знали, например, об атаке, ну, координировали между собой эту информацию, они, возможно, что они тоже не ожидали, что будет такой успех. Ну, с их точки зрения успех, да, то есть самого, как бы, террористического нападения. Ну, поэтому вот это было самое неожиданное. Все остальное, ну, к сожалению, ситуация там, ну, не становилась лучше, а в последние два года она стала беспрецедентно плохой. Я правильно понимаю, что конфликт или война, или вторжение, будет оно или не будет наземное? Ну, скорее всего, будет, наверное, да, вы хорошо обосновали, почему. Ну, это потребуется еще там несколько недель, возможно, месяцев, чтобы это как-то завершилось, если это может завершиться. Это даже не прогноз, а какой-то вот, исходя из вашего анализа, который вы постоянно... Я же не случайно вас спросила, я же знаю, что вы постоянно держите руку на пульсе, это, знаете, в какой-то момент у вас тоже возникает внутреннее какое-то чутье, если хотите, а не просто... может быть, да, может быть. Не, ну, и это тоже, да. Ну, я думаю, самый первый сценарий, это то, что все закончится локально, ну, то есть израиль... Я думаю так, я думаю, сто процентов, вот я уверен, что израильская армия зайдет в газу, они туда вторгнутся наземно, проведут наземную сухопутную операцию, скорее всего, им удастся уничтожить базу, инфраструктуру, Хамас, ну, как бы военную, там, подземные тоннели, какие-то базы, и они, возможно, им удастся ликвидировать некоторых лидеров военного крыла, Хамас, и дальше, а дальше, вот я думаю, что будет несколько ответвлений этого сценария, то есть, первое, они останутся и оккупируют сектор газы, как это было до 2005 года, они там стояли, и будут сами управлять этими территориями до какого-то очередного момента, когда они поймут, что не могут этого сделать, может быть, вплоть до, я не знаю, выселения арабов, там, ну, это уже такой экстремальный сценарий, ну, я не знаю, что там в голове у Натаньяху, второе, либо они оттуда уйдут, то есть, зайдут, проведут операцию, идут, заявят о победе, и третье, передадут территорию под международный контроль, под контроль ООН, например, какой-то международной администрации, при участии Иордании и Египта, как двух плечевых посредников, это один момент, второй момент, это вообще не вторгаться в газу, то есть, а разве это возможно, разве это сейчас? Нет, это возможно, теоретически это возможно, именно Эдьяху может принять решение не вторгаться в газу, ну, можно, просто да, я не думаю, что он все-таки, то есть, я думаю, что он все-таки это сделает, но это царь, который можно рассматривать, особенно, если давление будет очень серьезным. Третье, в случае, если откроется второй фронт на севере, с ливанской хезболой, я думаю, тогда, ну, скорее всего, будет какой-то период взаимных обстрелов, между, я думаю, что это все-таки будет больше бесконтактная война, чем прям, ну, прям со вторжениями, взаимными. Я почему-то думаю, что так, вот, можете назвать это чутьем, не знаю, у меня нет аргументов, как бы, мне просто кажется, что, наверное, ну, ни Израиль не захочет идти в Южный Ливан, потому что они один раз уже такое делали, и это было не очень, не очень успешно в 2006 году, и ни Хезболла не захочет вторгаться в Израиль, ну, как бы, потому что много, слишком много рисков, плюс в Ливане очень хрупкая, очень, очень хрупкая политическая, политическая обстановка, и они могут потерять свои политические позиции в самом Ливане, чего они не захотят, скорее всего, делать. Вот, то есть, я все-таки думаю, что это так будет. Ну, и дальше еще сценарий, связанный с включением в войну Ирана, но в таком случае это будет долгая война, в которую, скорее всего, включатся и Соединенные Штаты, будут помогать Израилю бомбить иранские объекты на территории Сирии, Ливана, на территории, возможно, самого Ирана, но это такое, это здесь уже как бы сложно прогнозировать, потому что такая региональная война, она, скорее всего, будет иметь негативные последствия для мировых рынков. И как раз при таком сценарии вполне возможно, особенно если она затянется и не будет никаких победителей, то именно в таком сценарии возможно рост количества тех в Европе, кто будет выступать за заморозку войны в Украине, потому что слишком сложно, слишком дорого и слишком нестабильная ситуация на рынках, особенно на энергетическом рынке, потому что цены взлетят вверх на энергоносители. Ну вот, то есть я склоняюсь к тому, что я пока что склоняюсь к тому, что Израиль проведет сухопутную операцию в Газе, и на этом все закончится. И будет такая бесконтактная война, война взаимными обстрелами между Хезболой и Израилем на севере какое-то время, и в принципе на этом все закончится. Илья, спасибо огромное, спасибо, что нашли. Время для нас очень вам за это признательно, как всегда. Спасибо большое. И, конечно, я призываю наших зрителей смотреть прекрасный, просто великолепный YouTube-канал, который создает Илья. Илья, если можно, вы еще раз назовите, где, как. Да, наш YouTube называется Политлаб, его мы каждую неделю выходим в эфир по главным событиям международки за неделю и как бы делаем такой обзор, что случилось, что это, для чего это, как это состыкуется или не стыкуется с Украиной. Так что подписывайтесь. Спасибо, Илья, спасибо огромное. И спасибо вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok